Илья пока начнет, а Ромка, нападающий, будешь помогать, а потом я вас всех менять буду. На скамейке запасных в этой игре долго не просидишь. Тренер заставит хорошенько поработать каждого игрока. В турнире приняли участие 8 команд. Юным футболистам по 11 лет, но за плечами уже есть опыт и даже титул чемпиона в Бурятии. Достался он локомотиву из США номер 6. На турнире памяти детским тренером маленькие футболисты готовы доказать свое превосходство. Стоять может каждый, а играть может не все. Надо учиться год-два, чтобы играть. Но страшно же, когда мяч на тебя летит. Нет, вратару не все страшно. Ничего не страшно. То есть ты бесстрашный? Да. Бесстрашный мэн? Да. Команда чемпионов, правильно? Сколько мячей поймал? Миллионы. Мы играем в пас, потому что если на тебя нападут, ты не сможешь ничего сделать. Если у тебя окружили три человека, и ты будешь финтиться, у тебя просто отберут, он побежит и забьет гол. Турнир памяти детских тренеров ежегодный. Ранее их было несколько, они носили имена наиболее известных наставников. Но недавно их объединили в один, чем повысили статус и увеличили призовой фонд. В свое время был турнир памяти Полякова, Изюмцева, Поздоровкина. И вот три года назад провели данный турнир, объединили в один, увеличили призовой фонд. И ежегодно участвуют детские именно команды. Данный турнир у нас, он, скажем так, приурочен еще к закрытию футбольного сезона. Слава богу, вот сегодня у нас погода шикарная, самая футбольная. Я думаю, деткам понравится. По итогам турнира третье место досталось ребятам из 18-й школы. Второе взяла команда «Локомотива». И победителями стали игроки-железнодорожники из 6-й детской юношеской спортивной школы. Юлия Пермякова, Сергей Костенко. Новости дня.